Очевидно, что у красивых людей есть определенные льготы. Преференциальное обращение в самых разных обстоятельствах, возможность легче избавиться от неприятностей. Принято считать, что им проще получить работу, любую желаемую должность, а с точки зрения многих людей им светит более высокий статус в обществе. Однако, как бы ни казалось большинству из нас, что красота дает исключительные преимущества, она также может и затруднить определенные аспекты жизни. Существует множество трудностей, через которые проходят все красивые люди. Вот жестокая и неутешительная правда о том, почему красивым не так просто, как кажется на первый взгляд, и каковы недостатки обладания яркой внешностью. Это 8 минусов быть красивыми. Поплыли. По факту. Идея красоты использовалась на протяжении веков, чтобы люди чувствовали себя неполноценными. Особенно это актуально среди женщин. Если вы красивая женщина, ваше женское окружение, скорее всего, будет ревностно и с недоверием к вам относиться. Кроме того, никто не отменял женскую зависть и даже ненависть к более красивым. Именно по этой причине вам будет сложно обзавестись подругами. Девушки всегда конкурируют между собой за право обладания титулом «самый красивый» и борются за внимание мужского пола. Поэтому ваша красота может заставить других девушек чувствовать себя неуверенно, и они начнут вас недолюбливать. Из-за многих очевидных преимуществ, которые есть у красивых людей, многие считают, что привлекательные женщины используют свою внешность, чтобы получить то, что хотят. Поэтому, если уж природа наградила их хорошими внешними данными, наверняка они должны быть испорченными, ленивыми или глупыми. К примеру, симпатичная девушка-секретарша явно спала со своим боссом, чтобы получить эту должность, и она явно не умна. Именно так считает большинство. Некоторые вообще предполагают, что у красивых женщин, в отличие от менее красивых подруг, большее количество беспорядочных половых связей. Другие же считают, что красивые женщины глупы, неприступны или высокомерны. И есть и те, кто даже боится красивых представителей с женского пола. Поэтому красавицам порой очень сложно бывает завязать знакомства. Из-за сложившихся стереотипов и предрассудков о красивых людях, вы должны проявлять особую осторожность в своих действиях, потому что люди склонны к неправильному толкованию. Например, общение с кем-то со схожими интересами на конференции о сетевом маркетинге может привести к тому, что у вас попросят номер телефона, и очевидно не с намерением того, чтобы дальше разговаривать об эффективных маркетинговых стратегиях. Ваше дружелюбие будут воспринимать как флирт с мужчинами. Вас даже могут принять за легкую поверхностную женщину. Девушки же, ищущие повод вас скомпрометировать, быстро назовут вас легкодоступной, если вы просто улыбаетесь мужчине. Или же флегматиком или меланхоликом, если вы застенчивая или скромная. Одним словом, к вам могут постоянно придираться недоброжелательницы и недоброжелатели. Любая красавица осознает, что ее внешний вид будет изменяться со временем. Поэтому даже если она может пользоваться некоторыми преимуществами в 20 лет, уже в 40 ей придется справляться с разными трудностями только с помощью своего ума и способностей. Поэтому не нужно полагаться исключительно на свою привлекательность. Красивые люди часто сталкиваются не только с плюсами, но и с минусами своей привлекательности. Им тяжелее принимать и сам факт старения, и те минусы, которые оно за собой несет. Внимание, которое вы привлекаете, может быть опасным для вас. Слава богу, что большинство людей, с которыми мы сталкиваемся в жизни, безвредны. Однако не все будут уважать ваши границы, и, к сожалению, мы не всегда можем контролировать некоторые вещи. Например, нам хочется привлечь того, кто нам нравится, и не привлекать того, кто нам неприятен. Но если вы красивы, то иногда вы будете привлекать внимание также плохих и недостойных людей. История знает множество случаев серийных убийств. Некоторые из них, как, например, серия «Расправ над женщинами легкого поведения» в Лондоне, которую приписывают Джеку-потрошителю, так до сих пор и не раскрыто. Следователи даже не знают, действительно ли существовал пресловутый Джек. На поверхностном уровне красота действительно способна ослеплять. Видя, что у человека есть эта положительная характеристика, наше подсознание подсказывает, что и в других отношениях природа должно быть его не обделило. Психологи называют такой подход «красиво значит хорошо». Симпатичные школьники и студенты расцениваются преподавателями как более умные и способные, что отражается на оценках. С годами этот эффект только усиливается. Человек становится более уверенным в себе, мыслит позитивно и получает больше возможностей продемонстрировать свои умения. И порой это вовсе не объективно, и многие это осознают. Как ни парадоксально, красота не всегда помогает найти работу. Если работодатели того же пола, что и работник, они могут начать ревновать по известным причинам или рассматривать красивого человека как угрозу. Есть еще более опасная ловушка. Красота может обмануть вашего врача. Красивая внешность подсознательно ассоциируется со здоровьем, поэтому если симпатичный человек заболевает, его болезнь нередко не воспринимают всерьез. К примеру, если красивый пациент жалуется на сильную боль, то врачи склонны уделять снятию боли меньше внимания, чем в случаях с непривлекательными пациентами. Если кратковременный стресс – это реакция организма на опасность и моментальная встряска, то при длительных нервных потрясениях организм истощается. Результат – еще один повод для нового стресса. Возникают или обостряются разные заболевания, которые портят наше здоровье и физическое, и психическое. Итак, почему нам надо бояться стресса? А вот почему. Он приводит к депрессиям, провалам в памяти, бессоннице и всевозможным неврозам. Но это еще полбеды. Стресс может стать причиной серьезных сердечно-сосудистых заболеваний или спровоцировать нарушения в работе ЖКТ. Ну и как данность, люди, которые постоянно нервничают, обладают слабым иммунитетом и часто болеют. Если уделять слишком много внимания своей внешности, то это может привести к лишнему стрессу и волнениям, даже если вы от природы красивы. Если вы помешаны на привлекательности, то это может сказаться на вашей жизни и отношениях с другими. Как это не банально, с лица воды не пить, а за красотой не скроешь дурной характер. И это были 8 минусов быть красивым. В комментариях под видео можешь добавить еще минусы, и после этого не забудь посмотреть наши другие видосы. Пока.